Всем доброе утро, сегодня у нас суббота. Я приехала в центр, пока стояла, ждала автобуса, он с опозданием на 10 минут приехал, я примерзла. Нулевая температура на улице, я сейчас зайду в кафетерий, в булочную, вот эту вот в кондитерскую, куплю кофе горячую, надо попить. Прям реально очень занялась, надо было все-таки теплую куртку одеть, ну это тоже теплая, но она короткая, надо было, чтобы куртка была такая же, чтобы прикрывала мне попку. Я вот думаю, может быть в Starbucks зайти, кофе там попить настоящий, потому что от Starbucks, помните, я постоянно покупаю в магазине, интересно какой кофе настоящий в Starbucks. Продаются их кружечки всякие, Starbucks, как это называется, не знаю по-русски. Решила взять карамель капучино, сейчас. Не знаю, сказала или нет, я взяла карамель капучино и сразу же там внутри попробовала по вкусу, ну сладости, насколько сладко, потому что я люблю сладкое кофе пить. Вот, в принципе нормально, хотя могла бы, наверное, еще немножко сахара добавить, я люблю кофе с сахаром пить, много сахара. Очень вкусно, очень вкусно. Зашла в торговый центр, чтобы допить кофе. Судя здесь возит цветочков, очень красиво. Потом направлюсь в ДМ, сейчас 10 еще нет, поэтому ТК-Макс откроется только в 10, потом пойду в ТК-Макс и домой потихонечку. В ДМ хочу купить новинки от Катрис, если, конечно, они есть, потому что я была несколько дней тому назад после работы в ДМ заезжала, наш ДМ, и там их не было в наличии. Точнее, был один, но его просвочили, как обычно, как обычно. Вот, и также помады, вот эти вот, как они называются, лаковые помады, Фиджа, как твое имя точно будет называться, оно такое оригинальное, я постоянно забываю. Ну, ты поймешь, когда я буду говорить об этом, что я тебе говорю, тебе большой привет передаю. Она очень расхвалила эти лаковые помады, поэтому, думаю, какой-нибудь один оттенок возьму, нюдовый, что нюдовый, или все-таки яркий, там один яркий есть цвет, посмотрим. Ой, сейчас буду добивать губи. Вкусная, но надо было еще хотя бы одну ложечку сахара добавить мне. Ну, ладно. Хайлайтеры и румяна, конечно же, раскупили. Остались помады некоторые. Вот этого цвета нет, 30-го, сделала свочи на 10-й, 20-й, вот, слева направо, 10-й, 20-й и 60-й. Такой ягодный, красивый оттенок. Ну, вот мне нравится посерединке, который 0,20-й. Наверное, его возьму. Еще сделала свочи на вот этот коричневый оттенок, 0,70-й, тоже прикольно смотрится. Я просто редко такие помады ношу, не знаю. Взяла вот этот вот, 0,20-й, да, 0,20-й вроде, да, 0,20-й, 0,20-й, good taste. Ну, это тоже красивое оттенок, да? Смотрите, как ярко сияет. Ну, мы с вами будем тестировать. Надо купить ватные диски. Думаю, какие взять. Ватные диски я использую в основном для того, чтобы очищать лак с ногтей. Думаю, вот этот большой возьму за 95 центов, хватит. У меня дома еще осталось где-то вот столечку. Я думаю, может, даже поменьше. Поэтому надо взять, пока я вспомнила. Хотела вам показать, посмотрите, вот эти вот новинки туши от Мэйвен. Смотрите, что творят люди. Все пооткрывали. Я в шоке просто. Что они там хотят увидеть? Кисточку, цвет? Не знаю. Кошмар, конечно. Вот как вот это вот покупать потом другим, которому хочется, да, такую тушь купить, например? Кошмар. Просто кошмар. Жаль, они вот эти вот вывели из производства. Два оттенка, Creme de Nude и Creme de Rose были, они, их сравнивали, короче, с MAC, Painterly и Paint Pot Painterly, и другой Soft Ochre, мне кажется, называется от MAC. И вот Soft Ochre как раз-таки был похож на Creme de Nude, а Painterly был похож на Creme de Rose. Ну вот остались какие-то вот такие вот оттенки только. Это Rose Gold, да, вот это, наверное, Rose Gold у них. Тоже знаменитый. Pink Gold называется. И бронзовый тоже. All in One Bronze, мне кажется, он называется, если не ошибаюсь, Синка. А, не могу вытащить. А, On and On Bronze. Вот такие вот новинки от Альвердо появились. И очень интересно вот такой вот консилер, который содержит в себе 1% Пакучи Oil Complex. Это а-ля ретинол, но растительный. Вот, растительного происхождения, как я знаю. У меня есть, кстати, есть серум от Niagen, Пакучи Oil. Когда я закончу ретинол, хочу его начать использовать вместо ретинола. Но вот это интересно, что в консилере 1% такого комплекса содержится. Там тоже, вот видите, Пакучи Oil серум на каждый день. И также появилась вот такая вот тональная основа. Серум тональная основа 3 в 1 написано, который содержит в себе 0,2% сквалана. Это же интересно. Люблю, когда в косметике декоративной присутствует что-то ухаживающее, ну, ухаживающие компоненты. У нас открылся новый магазин, так как вообще называется. Я, кстати, про него слышала. И 50% скидка уже на скидочные товары. Получается, вот с этого 49,99 еще скидка 30, ой, 50% вроде как должна быть. Сейчас посмотрим, что здесь есть интересного. Ну, какая мягенькая кофточка, девочки. 15,99 стоит. Вот тут вот женская одежда. Ну, какие брючки прикольные. 25,99 стоит. Смотрите, какое а-ля пальто. 29,99 стоит. Но если... А, нет, там написано от 3 артикла. Если покупаете, 50% скидка будет. Прикольные, да? 36 размер. Такие пушистые пальто сейчас в моде. Решила попробовать, как на мне это выглядит. Девочки, вы никогда не поверите, сколько вот эти вот ботиночки стоят. Сейчас я вам покажу. 1 евро. Сейчас супер скидки в ТК Макс. За 1 евро мой размер, ну, конечно, супер неудобные ботинки. Но прикольно смотрится. За 1 евро я купила бы, если бы они хотя бы удобные были бы. Обалдеть просто. Очень много продуктов от корейской марки It's Skin появилось. Эмульсия с сером. И еще крем с гиалуроновой кислотой. И с коллагеном еще с сером вижу. Это все линейка гиалуроновая кислота. А вот оранжевая это коллаген. Девочки, вот они. Новые тени появились. Делала Сочи. И невероятно красиво сияют. И я возьму вот этот самый светлый оттенок, который в палитре кажется просто серебристым. Но на самом деле он переливается. Вот видите. У-у-у, красивующий. И вот эти тоже, они дуохромные. Вау. Катрис, конечно. Еще вот лимитка появилась. К сожалению, вот эти вот румяны, которые я хотела, разобрали. И взяла помаду вот такого цвета. Тоже с вами будем тестировать. Но вот эти вот тени, смотрите, вот этот вот зеленый, из темно-зеленого в какой-то вот светло-зеленый переливается. Тоже красивый оттенок, конечно. Но вот этот мне больше нравится. Я приехала из центра. И вот все мои покупчики, которые я сегодня совершила. В ДМ взяла свой любимый овощной сок, ватные диски. В ТК Макс купила соль для ванны, который идет с гранатом и слаймом. Также здесь написано, что это гималайская минеральная соль. Стоимость такая же, как и в той соли, которую я вам показывала в пустых баночках. 4 евро 99 центов за 1 килограмм. И как можете видеть, это уже более весенняя тематика. Ну и, конечно же, я купила новиночки от Катрис. Во-первых, клянцевую помаду в оттенке 0,20. Все свочи сейчас я вам покажу. Ну и, конечно же, мы с вами сделаем такое первое впечатление. Буду пробовать эти продукты на себе. И румяна решила взять вот эти вот. Оказывается, там 3 оттенка, девочки. Представляете, там еще более темный цвет есть. А когда мы с вами в том влоге смотрели, эти румяна, они были в двух цветах только представлены. В ДМ. А в Мюллер, я в Мюллер покупала эти румяна. Они были в трех оттенках представлены. Я взяла вот этот вот, не знаю, какой он. А 0,10 Pink Feelings называется. Ну и, конечно же, лимитка от Катрис. К сожалению, румяна, которую я хотела, разобрали. Я решила взять вот эту вот помаду. Она очень красивого цвета. По крайней мере, на том освещении оказалось, что это что-то вроде и красное, и что-то вроде алое. Очень красивый оттенок показался. Ну и, конечно же, вот они. Вот они, Дуахромы от Катрис. Реально поразили. Три оттенка я вам показала. Поэтому, девочки, обратите внимание. Конечно же, мы будем все это с вами тестировать. И я решила взять вот этот вот цвет, потому что поняла, что им я чаще всего буду пользоваться. Здесь всего один грамм. И давайте все просвочу и покажу вам. Первые два своча двух помад. Во-первых, Bomb Shine в 0,20 оттенке. И вторая из Limit'ки ко дню Святого Валентина. Такой вот оттенок, очень красивый. И это не сильно красный, кажется, оттенок помады, а такой более приглушенный. Хотя могу сказать, что сейчас вижу, что эта помада такого прям алого потона в себе не содержит. Короче, от освещения все зависит. Реально в Мюллере мне показалось, что это алло-красная помада. Ну ладно. Потом так сильно солнышко сверкает. И румяна. Ну, румяна мы с вами уже сводч увидели. Обычно такой розовенький оттенок. Ну и, конечно же, сводч теней дуохрома. Потрясающе, девочки, потрясающе переливается. Перелив идет такого из нежно-зеленого в какой-то бирюзовый. Бирюзовый там тоже есть. Немножко голубоватого, что ли, серого, немножко сиреневого. Короче, такое ощущение, что это как будто бы немного даже и мультихром. Смотрится потрясающе. Я в несколько слоев нанесла, чтобы хорошо было цвет видно. Нереально просто. Молодцы. Катрис, молодцы. Следят тренды. Короче, я в шоке. Вот еще два оттенка там было, и я не знаю. Я просто понимаю, что те два цвета я не так часто буду носить. А вот такой вот оттенок я люблю. Светленький, на все подвижное веко. Идеально будет. Прелесть, смотрите. О, на солнышке поймала. Смотрите, сколько блесточек. Красота. Красота просто. Немножко поиграемся. Вау. Вау, вау, вау. Ну что, девочки, будем, конечно же, тестировать с вами вот эти вот новинки. Первое такое впечатление будет. И на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.